Добрый вечер, как всегда, в этот день и в этот час на телеканале «Вариант» программы «Врач на дом». Как всегда, мы поговорим о том, что интересует и беспокоит жителей 33-го региона, и, разумеется, отдельно взятого города Владимира. У нас в гостях Изабелла Ивкова, кандидат медицинских наук, врач кабинета медицинской профилактики городской больницы номер 5 города Владимира. Изабелла Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давно мы с вами не виделись. Ну, не так давно. Ну, месяц, месяц, это время все-таки серьезное. Воды много утекло с тех пор. Ну, а принимая внимание, что тема нашего разговора, как всегда, профилактика вот этой вот напасти под названием COVID-19, каждый день какие-то свои коррективы, какие-то новости приносят. Самая обсуждаемая тема коронавирусной инфекции, это ни для кого не секрет. Вот я даже выписал, за минувшие сутки в 33-м регионе выявлен 51 новый случай заражения. Наибольший прирост демонстрирует Владимир Гусь-Хрустальный. По 11,9 случаев, соответственно, всего в регионе за период пандемии выявлено 3954 случая. В лидерах областной центра 773 человека. Гусь-Хрустальный 623. И замыкает печальную тройку лидеров петушки 485 человек. По официальным данным, в 33-м регионе 2247 человек победили болезнь. 52 человек, к сожалению, умерли. Это сухие цифры. Ну, вы как человек, не побоюсь этого слова, с передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Как можете оценить ситуацию вот с этой самой напастью на сегодняшний день? Боремся, боюем с огромной перегрузкой. Успешно? Я считаю, что успешно. Хотя трудностей очень много. Но мне хотелось бы напомнить нашим телезрителям, потому что вот я сейчас гуляю по Владимиру, и практически рекомендации по самозащите выполняются единицами. Ну, то есть, что в общественных местах в маске ходить, там перчатки носить и так далее. То есть, соблюдать дистанцию социальную. То есть, я вижу, что жители расслабились, радуются хорошей погоде. Смотреть на эту картину приятно. Но, к сожалению, вот я как врач, хотела бы обратить внимание наших телезрителей, уважаемых, на такой момент. От чего зависит наше с вами здоровье? От чего? От чего, да. По данным Всемирной организации здравоохранения, наше с вами здоровье. Вот я вам задам вопрос. Вот как вы думаете, насколько от врачей, от состояния медицины, от лекарственной терапии зависит наше с вами здоровье? Наших телезрителей, мое, ваше? Ну, если в процентном соотношении, я подозреваю 5-7 процентов, а остальное уже... Помоги себе сам. Ну, вы уровень медицины не звели к нулю. Но, когда я этот вопрос задаю на школах здоровья, то, как правило, средняя цифра, которую дают наши слушатели школ здоровья, 30, 40, 50, некоторые даже 80 процентов отводят нам, врачам. Ну, я прошу прощения, вы говорите, не звели. Ничего подобного. Но вы же понимаете, что врач, он не Господь Бог. И если ты не будешь выполнять его рекомендации, какие бы рекомендации четкие не были, все равно тебе от этого легче не станет. Потому что самодисциплина, прежде всего. Согласна. Береженого Бог бережет. Это мое твердое убеждение. Так, продолжим. От нас и лекарственной терапии, от нас, органов системы здравоохранения и лекарственной терапии, зависит 10-15% нашего здоровья. 20% – это наследственность. 10% – экология. А вот 60% – это тот самый образ жизни, о котором мы постоянно, врачи профилактической медицины, врачи первичного звена здравоохранения, говорим нашим пациентам. Что такое образ жизни? Вот в образ жизни как раз и входят те меры профилактики коронавирусной инфекции, о которых мы с вами на предыдущих наших с вами встречах говорили. То есть это и ношение масок, ношение перчаток, это соблюдение правил гигиены, соблюдение социальной дистанции, ограничение контактов. Ну и об этом много говорится сейчас по телевидению, но мало соблюдается нашими существами. Вы знаете, год назад я бы, наверное, сказал словами из известной песни, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. А сейчас маски, социальная дистанция и все что угодно. Вот вы знаете, вот буквально первый раз я услышала эту фразу месяца три назад. Мы начинаем жить в новых реалиях. Я так послушала, про себя не придала значению, но на сегодняшний день я как врач работающий действительно на передовой, который знает ситуацию прямо вот с самого начала развития заболевания, могу сказать, что мы действительно теперь всегда будем жить в новых реалиях. И оказывается, вот как я для себя вывод сделала, что царь зверей совсем не человек. Оказывается, какой-то маленький невидимый вирус. Вы знаете, что теперь уже новый вирус какой-то нарисовывается, и сколько их нарисуется в нашей жизни, неизвестно. Поэтому мы должны научиться соблюдать правила гигиены, мыть руки, соблюдать как-то меры самоизоляции в необходимых случаях, в общем, беречь себя любимых максимальными возможными способами. Хочется верить, что у нас это получится. Почему? Потому что, ну, действительно, вы абсолютно правы, что мир, наверное, изменится после, наверное, даже ослабления вот всех этих карантинных мероприятий. Хотя, ну, хочется верить, что все будет хорошо, и что мы все-таки справимся с этой напастью. Справимся. Давайте поговорим о ситуации в Владимирской области. Давайте. Ну, вот с вашей точки зрения, какая ситуация на сегодняшний день складывается, ну, по крайней мере, в городе Владимире, где вы работаете, чтобы уже, как говорится, чтобы не говорить за всю Одессу? Ну, давайте не будем строить иллюзии. Претензий к системе здравоохранения немало. Я принципиально не читаю соцсети, у меня, во-первых, на это времени нет, скажем так. Но, вот как говорят и наши пациенты, как говорят мои коллеги, претензии к врачам, к среднему медперсоналу, к работе скорой, к работе больниц, очень много. Что я могу сказать в свое оправдание и разъяснить ситуацию нашим слушателям, чтобы они понимали, о чем идет речь. И говорю это я не просто для красного словца в свою защиту, а для того, чтобы они поняли и больше внимания уделяли тем рекомендациям, которые мы им даем. Значит, врач первичная звена здравоохранения, вот я, врач-терапевт, то есть я в кабинете медпрофилактики, в отделении профилактики работаю, но я, основное мое место работы, врач-терапевт, который первым сталкивается с пациентом, который заболел, у кого появились симптомы ОРЗы. Значит, у меня должно быть, я должна заниматься населением в количестве 1700, максимум 2000 человек. И долгое время я в своей любимой пятой больнице именно в таких условиях и работала. В этом случае я довольна как врач, потому что ко мне пришел пациент, то есть я уделила ему время, у меня на него есть время, то есть я его выслушала, я его посмотрела, я ему дала рекомендации, пациент ушел с улыбкой, я осталась довольна. На сегодняшний день дефицит врачебных кадров, дефицит среднего медперсонала, даже во Владимире, огромный. От 30, а в некоторых больницах до 50% персонала. Представляете, 50%. И что, к чему это приводит? Я прошу прощения, давайте мы продолжим нашу беседу после того, как ответим на телефонный звонок. Ну, мы не дали договорить. Так мы проговорим, мы вернемся. Хорошо. Право первой ночи у нас всегда было у телезрителей. Хорошо. Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня такой вопрос, Сергей. Нужно ли делать прививки тем людям, которые выздоровели? Спасибо. Значит, тут вопрос очень такой, выздоровели от ковида, правильно я понимаю? Значит, давайте мы ведем речь об этом. Первое. Значит, если ковид был подтвержден результатами мазка, человек выздоровел, то самое правильное – это проверить так называемую напряженность иммунитета, наличие антител. Потому что на сегодняшний день доказано, человек болел тяжело, человек болел с высокой температурой, у человека подтвержденные результатами мазка ковид-19. И вдруг он проводит исследование, значит, наличие антител, и выясняется, что у него иммунитет сформировался очень слабый или вообще не сформировался. И наоборот, люди, которые не болели, они считают, вообще даже легкого насморка не было. И вдруг они хотят узнать, есть ли у них иммунитет, делают это исследование и выясняют, что у них напряженность иммунитета очень высокая. То есть у них где-то они встретились с этим вирусом, перенесли его бессимптомно, и у них сформировался хороший иммунный ответ. На сегодняшний день пока неизвестно, на год хватит этого иммунитета, на три месяца, на десять месяцев, на пять лет. Этот вопрос до сих пор остается открытым. И этим вопросом активно занимаются ученые. И я думаю, что к осени, когда вакцины появятся, уже какие-то научные разработки по этому вопросу точно будут. Замечательно. А теперь вернемся к нашей беседе. Мы напомним для тех, кто только что присоединился к нашей программе, вы говорили о том, что жутчайший кадровый дефицит испытывает больница. Да. И в результате получается, что каждый врач работает с двойной, это в городе Владимире, с тройной или с четверной нагрузкой. То есть на одного врача приходится не как рекомендуют 1700, ну максимум 2000 населения, а не в месяц, прикрепленного населения к данному врачу. То есть я должна наблюдать, работая на одну ставку, а каждый врач мечтает работать на одну ставку, я должна наблюдать за населением в количестве 1700-2000 населения. То есть так называемый терапевтический участок. Когда врачей нет, больные там, где нет врача, они куда должны идти? На соседний. На соседний. Вот они идут к другому врачу, и получается, что у врача, любого врача рабочий день нормированный, ему дают население второго участка. Чтобы поняли телезрители, и чтобы внимательно относились к своему здоровью, я хочу привести классический пример. Врач теперь оказывает медицинскую услугу, он должен хорошо лечить пациента. Услугу, а не помощь. Услугу, да, услугу. И причем есть разные виды услуг, у каждой свой код, это первое. Партнер тоже оказывает услугу. Еще один телефонный звоночек, давайте ответим. Давайте ответим. Эдуард Борисович дозвонился. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Дальше. Алло. Да-да, говорите, пожалуйста. Эдуард Борисович, мы вас слушаем. Да-да, я слушаю вас. Это мы вас слушаем. А что вы хотите слушать? Я вроде сейчас все сказал. Вот вы там прокомментировали там про Партнова и прочее. Ну, если нет вопросов, извините, хорошо. Мы не услышали вопросы. Мы вопрос не услышали. Вы извините нас, пожалуйста, мы просто не услышали ваш вопрос. А, вы не слышали мой вопрос? Да. Не, вызывали врача. Почему мы так долго делали тест? Вообще, во-первых, вопрос первый. Тест в течение трех недель. Это нормально? Знаем, у нас разница какие-то точки? Вот. То есть мы приходим, ну, к моему, к моей родственнице, ну, к матушке, допустим, прочее, прочее. То есть обычно тут трактуют в течение там одного, двух, трех дней все это делается. В общем, тесты забрали, не спорим. Но по запросу по-нашему сказали, что в течение трех недель только скажут нам ответ. Второе, все-таки к врачу с 60-летним стажем. Ну, как-то можно было подойти, наверное, в течение там одного дня, наверное, да, как-то, как вы думаете? Это тоже не вопрос, наверное, для вас я так понял, да? Почему? Алло. Да-да, слушаю, слушаю вас. Вопросы задавайте. Врач с 60-летним стажем это кто? Да, я, это моя матушка. Ваша мама врач с 60-летним стажем. Да, моя мама, это врач моя, да. Коллеги. Сейчас она пенсии, конечно, ей 83 года, она уже не работает, да. Ну что ж, она врач, об этом все сказано. Так, согласна, так. Ну, вот, скажем так, вот, в течение, допустим, дня-то можно было как-то предупредить, что, допустим, никто-то не подойдет. Согласна. А у вас какая поликлиника? У нас? Да. Первая поликлиника. Первая поликлиника. Да, новая имская. Все, спасибо, все понятно? Да, мне все понятно. Значит, первое. Значит, ну, действительно, есть такая сейчас у нас трудность, потому что количество мазков забираемых у нас очень большое. Значит, во-первых, если врач подозревает у пациента вот прям признаки ковида, то мы пишем на анализе цито, то есть экстренно, и мы получаем результат, по крайней мере, в нашей пятой больнице на третий день. Вот у меня несколько пациентов, которые имели контакты с ковидом, у которых клиника ковида, я на мазках пишу, на направлениях пишу цито, на третий день я получаю результат. Другие, когда симптомы просто УРЗ или просто контакт с ковидом, и человек себя чувствует более-менее удовлетворительным, мы просто делаем забор мазка для того, чтобы иметь информацию. Это первое. Второе. Я могу твердо сказать, что мы лечим не по результатам мазка, лечим по клинике. Очень часто на мазок мы не ориентируемся. Вот мы видим симптомы такие, назначаем одно лечение, видим симптомы другие, мы назначаем другое лечение. Поэтому я в своей практике, ни один врач в своей практике, зная, что даже если мазок у женщины придет через три дня, он на что повлияет? Я сейчас у нее вижу симптомы вирусной пневмонии, высокую температуру, симптомы интоксикации. Я оцениваю, нужна ей госпитализация или не нужна. Если она нуждается в госпитализации, значит я пишу направление госпитализирую. Если она не нуждается в госпитализации, напомню нашим телезрителям, что легкие и средние степени тяжести, в том числе и вирусной пневмонии лечатся амбулаторно, то я назначаю ей лечение, не дожидаясь мазка. И вот в частности на третий день вот этой женщине пришел мазок ковид плюс, у нее вирусная пневмония, но ей уже на третий день стало лучше, потому что я и назначила лечение по клинике, по симптомам заболевания. И даже если результат мазка придет через три недели, я не знаю, в среднем они приходят на, вот сейчас я могу сказать, в нашей поликлинике это через 7-12 дней, к сожалению. Мы точно знаем, что наши коллеги в областной работают круглосуточно, то есть в кольце 8-8-8, безостановочно, новая аппаратура закуплена, но мазков такое количество, что идет большой перегруз. И зря вы не дослушали про портного, все-таки я дорасскажу про портного и про строителей, и про врача. Потому что не надо думать, что врач это что-то, это другая планета. Врач это такой же человек, как и каменщик, и слесарь, и продавец, и уборщица, и санитарка, и медсестра. Он точно такой же, у него такой же мозговой потенциал, у него такой же физический ресурс и так далее. То есть на мазок мы не ориентируемся. Мы не дожидаясь мазка, ждем, мы лечим пациента по симптомам. И очень часто добиваемся хороших результатов, а приходит мазок, если приходит, он уже вот часто приходит, пришел мазок ковид плюс, а у меня пациента жалоб нет вообще. Ну тогда мы ему оставляем дальше за ним наблюдение, берем еще два мазка отрицательных, получаем два отрицательных, и уже вот тогда пациент считается выздоровевшим от ковида. Вернемся все-таки к партнеру. Я хочу, чтобы наши зрители мою точку зрения услышали. Это в том числе касается и первой поликлиники, где дефицит врачебных кадров, ну просто жутчайший. Значит, вот врач должен уделить внимание двум тысячам пациентам на своем одном терапевтическом участке. В каждой поликлинике разное количество терапевтических участков. Значит, дальше у нас... Не удается нам продолжить те наши участки. Телефонный звонок. Я предлагаю выслушать Ольгу Борисовну, а затем... Давайте, Ольгу Борисовну, послушаем. Здравствуйте, Ольгу Борисовну. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему скорая, прибывшая по адресу к сердечнику, спрашивает разрешение написать не сердечную недостаточность, а коронавирус? Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему машины, доставляющие еду из ресторанов, у нас доезжают быстрее, чем скорая по адресу? Спасибо. Спасибо, господин. Ну, вопрос я не поняла, чтобы скорая... Во-первых, я еще раз в 25-й раз повторюсь, что на скорой работают герои, и я не представляю, чтобы скорая спрашивала, какой диагноз поставить. То есть ставится тот диагноз, клиника которого лидирует ведущая на момент осмотра пациента. Если у пациента симптомы сердечной недостаточности, температура 37,2, он не выставит ему ковид, он выставит сердечную недостаточность и решит, примет решение или о том, чтобы оставить пациента под домашним наблюдением у участкового врача-терапевта, или отправить его на госпитализацию. То есть я с таким первый раз сталкиваюсь, чтобы врач скорой или фельдшер скорой спрашивал у пациента, какой диагноз ему поставить. Вообще это неправомерно. Решение принимает специалист, но не пациент. Это первое. Второе. Как раз дослушайте про скорую, почему она приезжает позже, чем доставка продуктов. Я опять же про портных. Это опять же связано с дефицитом врачебных кадров. Вот буквально недавно, значит, у меня это случай из жизни, и это не анекдот. Но он, как анекдот, пришел водитель устраиваться на скорую, сказал, у вас требуются водители. На скорую ему сказали, да, водитель у нас требуется, но приводите с собой врача и фельдшера. Ну, потому что не хватает кадров. Водитель один не поедет оказывать медицинскую помощь. Ну, это понятно. Вот. То есть дефицит кадров. И над этой проблемой департамент здравоохранения, и я знаю, что есть специальная губернаторская программа, есть огромное количество областной администрации программ, есть целый отдел в департаменте здравоохранения, который со всей России привлекает различными такими бонусными программами, достаточно интересными, сильными программами, привлекает врачей в наш регион, не едут врачи. Вот понимаете, и вот этот именно дефицит кадров и создает ту напряженную обстановку, которая и существует сейчас вот в первичном звене, когда врач работает с огромной перегрузкой, врач очень устает, а пациенту не хватает внимания врача, не хватает помощи врача. И поэтому и скорая приезжает позже, потому что машин должно выйти на линию, допустим, я точно не знаю сколько, но примерно, допустим, 20, а выходит 8. Понятно, что доезд будет совсем другим. Но, но, опять же, вот но. Во-первых, на скорой работают прекрасные диспетчера. Я сама с этим, мои пациенты рассказывают, приходят на прием и рассказывают, мы вчера позвонили в скорую, хотели вызвать машину. Диспетчер, врач подробно все расспросил, подробно все объяснил, и на следующий день приглашается врач из поликлиники, который дальше решает проблему пациента. Это первое. Второе. Если пациент описывает симптомы, я сама была на вызове, у меня была у пациента остановка сердечной деятельности, слава богу, мне удалось справиться, сердечно-легочная реанимация, оказанная мной, помогла, скорая прибыла в течение 15 минут. Когда я по телефону позвонила, объяснила ситуацию, через 15 минут скорая бригада, 3 человека прибыли со всем оборудованием, оказывает помощь вот этому пациенту. То есть тут нужно еще правильно доносить симптомы, и скорая выстраивает правильно, я считаю, рейтинг вызовов, что в первую очередь все-таки должен получить медицинскую скорую помощь человек, который мне именно нуждается. Потому что на сегодняшний день мои коллеги по скорой, в частности, говорят, что люди волнуются, это нормально, это переживают, и вдруг заколола в груди банальную остеохондрус. Он раньше бы, когда не знал о ковиде, на это и внимание бы не обратил. А теперь мне кажется, а вдруг это ковид, вдруг это вот та самая страшная затруднение дыхания, которое в итоге приведет к КВЛ, и которое в итоге может закончиться летально. Пациенту страшно, он звонит, обращается на скорую. Ну а теперь дальше опять вернемся. Портной опять у нас звонок. А теперь я предлагаю прерваться на короткую рекламу, а затем мы вернемся к портным и к сравнительной, скажем так, деятельности. Реклама на телеканале «Вариант». Вот и пролетела короткая реклама на телеканале «Вариант». По-прежнему у нас в гостях Изабелла Ивкова, кандидат медицинских наук, врач кабинета медицинской профилактики городской больницы номер 5. Изабелла Анатольевна, мы вывернили. Да, я очень коротко, чтобы поняли наши телезрители ситуацию. У врача должно быть 2000 прикрепленного населения, портной должен сшить одно красивое платье за свою рабочую смену, берем смену 8 часов стандартную, и каменщин должен выложить 6 рядов на доме, который он строит. Вот если он будет работать в таком режиме, портная сошьет красивое платье, врач примет с удовольствием пациента, пациент будет доволен, и звонков, которые в основном недовольны качеством, оказывая медицинской помощи, будет значительно меньше. Каменщик построит красивый дом. Но если каменщику скажут, что ты сегодня вместо 6 рядов должен положить 18, портнихи скажут, ты сегодня должна сшить 3 платья, врачу скажут, у тебя сегодня будет не 2000 прикрепленного населения, а 6000 прикрепленного населения, а рабочий день нормированный, то, соответственно, за портной сошьет не очень хорошее платье, каменщик не очень хороший дом построен, претензии будут и к портной, претензии будут и к каменщику, и претензии, естественно, закономерно к врачу, потому что когда врач перегружен, то у него на пациента времени хватает меньше, хотя все, что нужно, необходимое, пациенту оказывает. То есть назначается лечение, назначается обследование, назначается, получается, необходимые рекомендации, но у врача меньше времени на одного пациента, а все равно хочется увидеть у пациента улыбку на лице, увидеть, что он остался доволен консультацией, потому что часто ты консультацию оказываешь очень коротко, осмотрел, написал рекомендации, у больного еще есть вопросы, а времени на ответ, на хороший ответ, на правильный ответ, если бы врач работал, если бы врачей хватало, нет. То есть, по сути, в какой-то мере страдает качество. Вот тебе пилюли и... Ну, качество, я считаю, не страдает. Нет, нет, алгоритмы, стандарты оказания медицинской помощи сохраняются. Но вот скорая не приехала, как хотелось, быстро, в течение... Человек недоволен? Недоволен. Врач не поговорил с ним подольше. Человек недоволен? Недоволен. Пациенту пришлось ожидать долго приема врача в поликлинике, а ему хотелось попасть побыстрее, а он себя плохо при этом чувствует. Пациент недоволен? Недоволен. Но я вас уверяю, что при этом врачи тоже недовольны. Им тоже хочется работать и работать, доставлять своей работой радость и здоровье пациентам и видеть довольные лица на улыбках, на лицах своих пациентов. Хочется верить, что все это дело наладится. А теперь давайте поговорим все-таки еще раз о ситуации. Давайте. Понятно, что некоторые люди считают, что врачи довольно сомнительное лечение назначают. Что уж говорить. Понятно, что все мы в медицине и в футболе разбираемся лучше, чем футбольные тренеры и медики. Это понятно. И поэтому рекомендуем врачам, как себя родного лечить. Но тем не менее, в связи с этой неприятностью, я имею в виду коронавирусную инфекцию, различные слухи начинают курсировать по городу. Чего только не говорят. Там свалилась целая толпа народу от коронавируса. Здесь еще что-то. Здесь еще что-то. Что больницы все переполнены и прочее. Ну, не будем лукавить. Кое-кто и распространяет такие. У кого-то есть в голове вот эти панические настроения. Как вы можете это прокомментировать? И на ваш взгляд? Как вообще ситуация сама складывается до сегодняшнего момента? Ну, сейчас мы, считаю, что мы вышли все-таки на уровень плата. Я прошу прощения. Давайте еще на один телефонный звонок ответим. А затем вернемся к этому вопросу. До нас дозвонила Татьяна. Татьяна, говорите, пожалуйста. Татьяна, мы вас слушаем. Да, добрый день. Добрый вечер, скорее всего. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот проблема такая, что когда возникают проблемы со здоровьем, мы не можем пойти просто в обычную клинику по полису. Вот. Только так вот пойти платно, да, пожалуйста. Мы можем пойти. А платно нет. Даже такие какие-то проблемы возникают. Мы не можем обратиться по полису к обычным докторам. В частности, в какую больницу? Как там быть? В какую больницу, в частности, вы не можете попасть в поликлинику? Да, в любую. Даже терапевту. Так. Ну что значит, в любую. Вопрос понятен? Да, вопрос понятен. Я отвечаю. Во-первых, вот я сейчас сюда приехала с приема. Значит, коронавирусные, понятно, и пневмонии все наблюдаются на дому. Их не было. У меня было огромное количество пациентов с ИБС, с гастритами, с панкреатитами, с мигренями, с люмбага. То есть вот в общей флорности я сегодня приняла около 30 человек. Перед тем, как у меня вечерний прием, перед тем, как сюда приехать. Ну, некоторые обращались там с фарингитами и так далее. Всем было назначено полное обследование. Я не знаю, почему, не знаю, в какой поликлинике вы наблюдаете. Я говорю про свою поликлинику. Значит, они бесплатно все получили общий анализ крови, общий анализ мочи. Все полностью биохимический анализ, включая ЦРБ количественно. Включая, направила кучу народу на липидный профиль, который, она, маркеры воспаления щитовидной железы. УЗИ органов брюшной полости. Двоим дали направление на МСКТ органов брюшной полости, МСКТ органов грудной клетки. И одной порекомендовали консультацию невролога для того, чтобы было обоснованное назначение по квоте бесплатно МРТ головного мозга. Я вот не понимаю, о чем идет речь. ФГДС, пожалуйста. Все, пожалуйста. То есть все виды помощи плановой нашим пациентам оказывают. Мало того, я сегодня скажу, что пришло человека 4 из частных клиник. То есть они тоже, очевидно, думали, что нельзя попасть. Вот одна пациентка пришла, сделала УЗИ, говорит, у меня так болит живот. Значит, пришла, сделала УЗИ. Я ей написала огромный пакет документов. Если бы, я точно могу сказать, что если бы она это все сделала в частной клинике, то это вышло бы тысяч на 8, вот это обследование. Потому что ей предстоит операция. Другой пришел из частной клиники, готовится на оперативное лечение, тоже в частной клинике. Но он имеет право по полису. Принес перечень документов, обследований, которые он будет проходить у нас. Включая УЗИ сердца, включая УЗИ вен нижних конечностей, включая УЗДГ, ну, артерии магистральных сосудов шеи. То есть, поэтому я не могу сказать, вот сегодняшний мой банальный прием прошел в таком режиме. Поэтому я не понимаю, ну, если вот врача нет, и к врачу, ну, вот, может быть, там вообще в поликлинике, один терапевт, которому, в принципе, невозможно попасть. Тогда может быть такая ситуация. Но, вот сегодня я про свой случай. Мои коллеги, я точно знаю своих коллег, работают точно в таком же режиме. То есть, сейчас количество квот на такие дорогостоящие, что ли, и любимые нашими пациентами исследования, как МРТ, МСКТ, УЗИ сердца, ну, там, проверка сосудов... Высокотехнологичная помощь. Ну, это не высокая, это стандартная такие. Но раньше как-то было сложнее получить. Сейчас практически проблем нет. Ну, поскольку все-таки наши... Я за последнюю, на той неделе, у меня МСКТ органов грудной клетки получило 4 человека, и 3 человека МРТ бесплатно. Ну, здесь... 7 человек, извините, 1. Ну, правда, я на 2 участках сейчас работаю. Ну, по крайней мере... По крайней мере, все, кому надо, все получили. Ну, нам не смогли назвать поликлинику, в которую человек не попал, поэтому... Поэтому, вы знаете... Да, сложно сказать. Ну, мне опять же, я опять повторюсь, очень хорошо, когда у каждого, у пациента есть контакт со своим лечащим врачом, к которому он доверяет, и к которому он может обратиться в любое время. Это очень важно. Это к силам. Ну, давайте вернемся к слухам, сплетням и реальной ситуации с ковидом в Владимире. Давайте я вам расскажу про слухи и сплетни. Давайте. Вот один дом на моем терапевтическом участке. Так как я с пациентами на связи, значит, мне звонит одна пациентка и говорит, Изабелла Анатольевна, в нашем доме пожар, у нас практически в каждом подъезде по 4 ковидных пациента. Я не выхожу из дома, потому что приезжают люди вот в этих спецхалатах, вот в этих страшной одежде. Это же невозможно, что делать, как защититься и так далее. Одна звонит с этого дома, потом другая звонит с этого дома. То есть в этом доме реально один пациент с ковидом, который наблюдается. Один на весь дом. А весь дом гудит, что в этом доме пожар. Так вырождаются слухи, что кругом один ковид. Да? Стало быть, какая же обстановка сейчас, с вашей точки зрения, в городе? Спокойной должна быть? Ну, я бы ее спокойной не назвала. Врачи работают с перегрузом. Вирусных пневмоний. А приори мы их уже называем вызванными вирусом ковида, даже если он не подтвержден. Которая протекает очень своеобразно. Мы наблюдаем очень много. Чтобы в июне месяце у меня было 12 пациентов с пневмониями вирусными. Но такого не было вообще за всю мою 40-летнюю практику. Но я думаю, что мы вышли все-таки на плату. Я, с одной стороны, смотрю на гуляющее население, которое себя не защищает. С одной стороны, смотрю с опаской. А с другой стороны, в душе теплится надежда, что мы наконец-то сформируем коллективный иммунитет к этому ковиду. Из-за нашей безалабежности? Ну, в том числе, получается и так. Но я бы все равно остаюсь при своем мнении. Береженого Бог бережет. Вот я наблюдаю семьи, есть такие педантичные, где строго соблюдаются все правила самоизоляции. То есть пожилые живут на даче, им только привозятся продукты родственниками, ставят продукты у калитки работающего населения и уезжают домой. В общественных местах везде они работают в масочке. И в этих семьях случаев ковид-заболевания нет. Но можно ковид встретить везде. В магазине особенно. Тем не менее, начинают ослаблять карантинные меры. Это правильно. Это оправданно, да? Оправданно. Оправданно. Как себя возникает вопрос ввести в этот период? Вы уже обмолвили с начала нашей программы, что в принципе народ расслабился. Расслабился. Ну, я считаю так. Вот опять же подчеркну. Береженого Бог бережет. До сих пор вопросов по этой инфекции больше, чем ответов. То есть ученые сейчас всего мира активно исследуют особенности течения вот этого заболевания, особенности вот этого именно вируса. И вопросов очень много. У нас информация по этому заболеванию меняется фактически еженедельно. Одних только временных рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции уже, по-моему, 7. 6 точно. Вот 7, по-моему, уже только что с минуты на минуту, как говорится, вышел. То есть это о чем говорит? О том, что ежедневно появляется новая информация по течению этого заболевания. Значит, как бы то ни было, нужно беречься. В общественном транспорте лучше поехать в маске, кто хочет не заболеть. В магазине, где много народу, маски. На даче, в лесу, на улице, где нету скученности населения. Конечно, мы гуляем без маски. И здоровый образ жизни. Многие ученые предрекают все же таки. Спад эпидемии, ну а затем вторую волну. Хотелось бы услышать ваше мнение, поскольку мнения ученых, они разнятся. Ну, мы все-таки надеемся, что ее не будет, но мы ее ждем. И мы к ней готовы. Готовимся. И лечебные учреждения готовятся, и мы готовимся. Практика показывает. Ну, других эпидемий. Как только послабление, дальше идет как бы небольшой всплеск заболевания. Потом опять все возвращается на исходные позиции. То есть это обычное течение эпидемии, пандемии. Ну, второй этап. Он, как правило, вот мировой опыт показывает все же таки. Вторая волна, она больше накрывает человечество? Или все же таки какое-то послабление есть? Уже есть послабление. То есть можно надеяться, что... Да. Задача вируса выжить. Тем не менее, сейчас из Китая поступает информация, что появился какой-то новый коронавирус. Вот. Что от него ждать? Ну, во-первых, по этому новому вирусу тоже еще больше неизвестных моментов, чем по нашему коронавирусной нашей инфекции. Поэтому тут обсуждать это как раз к теме о новых реалиях. И к теме береженого Бог бережет. Сегодня мы переболели ковидом. Будем надеяться, что у нас формировался пожизненный иммунитет. Но никаких гарантий нет, что в 2021 году придет какой-нибудь не ковид, а там хайрам 25-36, и все начнется снова. Но правила поведения человека в период респираторных заболеваний, они едины для всех. Для риновируса, для обыкновенного УРЗ, для гриппа, для коронавируса, для других вирусных инфекций, правила защиты, ну, в принципе, одни и те же. Ну, хоть кто-то может объяснить, откуда вот эти вот вирусы берутся? Это коронавирус, и вот этот новый вирус, еще что-то. Ну, откуда он взялся-то? На ровном месте, что ли, появился? Мнений очень много. Дискутировать можно бесконечно. Не уверена, что мы когда-нибудь узнаем правду. Это мое личное мнение. Ну, я ваше личное мнение не спрашиваю. Ну, вы когда сказали, что вы считаете, что даже коронавирус рукотворен. Ну, есть такая точка зрения. К осени обещают начать вакцинацию. По вашему мнению, поможет ли это избежать неприятных последствий и, разумеется, уменьшить заболеваемость? Ну, мы, конечно, ждем, что появится новая вакцина. Но мы как-то, врачи, относимся к этой вакцине, пока мы ее не знаем. То есть ее нам не представили, не показали, какие побочные свойства, не показали, какие показания, какие противопоказания, кого в первую очередь будут вакцинировать, кому показано, кому нельзя. То есть вопросов по вакцине много. И неизвестно, какая вакцина первой выйдет на рынок. Может быть, их будет несколько представлено. Поэтому мы, конечно, естественно, на вакцину надеемся. Так же, как, например, я могу точно сказать, если человек перевился вакциной от гриппа, а могу сказать, что наше население очень не любит прививаться от гриппа, а потом вот так же будут жаловаться о том, что скорая не приезжает, к участковому терапевту не попасть и так далее. Хотя элементарная прививка от гриппа практически позволяет или совсем не заболеть гриппом, или заболеть гриппом в легкой форме, чтобы к врачу можно и не обращаться. Такая же ситуация может оказаться и с коронавирусной инфекцией. Единственное, что население, конечно, напугано гораздо больше, информации больше, и мы надеемся, что если появится достойная вакцина, то мы на свое население будем вакцинировать прям вот массово. И тогда это нам поможет справиться с этой проблемой. Но опять же, ничего не гарантирует, что через год не появится что-то другое. У нас осталась буквально одна минуточка. Давайте подведем итог нашей программы. Ваши рекомендации, короткие. Во-первых, не надо бояться коронавирусной инфекции. В 99,9% она протекает в легкой или в средне-тяжелой форме. Люди поправляются без последствий. Дальше. Самое главное, что есть в жизни человека, это здоровье. Важнее здоровья ничего нет. Когда ты болен, тебе ничего не нужно. Поэтому здоровье – это самое главное богатство. И я желаю нашим телезрителям этого богатства побольше. Но, как любое богатство, для него надо работать. Три важных составляющих для этого богатства – это правильное питание, это физическая активность и это улыбки на наших лицах. Не сомневаюсь, что к вашим рекомендациям наши телезрители обязательно прислушиваются. Мне остается сказать вам огромное спасибо за профилактическую беседу. На этом наша программа завершена. До встречи через неделю. Не болейте, берегите себя. Всего вам доброго.